Сортоучасток в Сысольском районе самый южный для республики. Здесь испытывают новые сорта капусты, моркови, свеклы, томатов с огурцами. Однако самый большой спрос во все времена был именно на картофель. Каждый год на пробы сюда привозят один-два десятка сортов, даже из-за рубежа. Их проверяют холодом, влагой, болезнями. Главный вредитель клубненосных в Коме – цистообразующая нематода. На нее жалуются многие дачники со всех районов. Еще одна напасть – фитофтороз. Способность с большой скоростью переходить на соседние растения. У испытанных и одобранных станций сортов к этим болезням особый иммунитет. Еще неотобранный картофель хранится вот в таких закромах под большим слоем сена. Оно предохраняет от низких температур и забирает лишнюю влагу. Вот это вот, например, сорт Аврора. У жителей республики он пользуется большим спросом. Вообще сам процесс отбора картофеля происходит достаточно долго, с ноября месяца. Поэтому здесь практически все работы уже завершены. Ну а готовые семена хранятся вот в таких мешках. Отсюда прямиком они пойдут частникам на продажу практически со всех районов республики. Каждый год сортоиспытательная станция убирает от 30 до 40 тонн картофеля. 10 из них остается для посадки. Остальное тщательно перебирается. Примерно половина уходит на семена. Этим особенно дождливым летом вместе с урожаем собрать пришлось немало сырой земли. Для работников станции всю работу, проделывающих вручную, это задачу значительно усложнило. В помещениях, к слову, температура не поднимается выше 1 градуса, чтобы картофель не дал ростков. А потому делать перерывы во время переработки приходится через каждые 40 минут, чтобы просто согреться. Это у нас сорт рябинушка. Мы его перебираем. Это у нас после уборки. Перебираем на фракции, на крупную фракцию, на семенную фракцию, мелкие семена и фураж. Люди берут на фураж животных кормить. 25 рублей килограмм крупный картофель стоит, рублей 60-70 будет семенная фракция стоить. Дорого, потому что было мало урожая в этом году, но люди будут брать. Люди у нас уже список целый есть, записи есть с телефонами, с адресами. Будем звонить их и приглашать. С 1985 года из сотен представленных сортов здесь было одобрано лишь пять самых морозостойких, не болеющих и вкусных. Среди них и детище самой республики – зырянец. Сорт картофеля, выведенный нашими местными учеными. К холоду действительно приучен. Вот только вкус, говорят сортоиспытатели, на любителя. Зырянец является из тех же сортов. Но по вкусовым качествам я считаю, что каждый определяется сам. Поэтому людям, если приходят, спрашивают что-то, мы им рекомендуем. Возьмите немного, попробуйте на своем огороде. Кроме того, очень много сортов у нас не могут расти в условиях высокого залегания грунтовых вод. Очень много, например, лесных поселков. У них пустяная почва, а залегание грунтов очень высокое. Так что из сорт картофеля, заверяют специалисты, следует выбирать, основываясь на характеристиках почвы. В очереди на испытания станции сегодня еще один клубненосный, выведенный местными агрономами памяти полевой. Заявки от государства на его проверку еще не было, но уверены работники, скоро оформление документов закончится. Пара-тройка лет и очередной новый картофельный сорт могут одобрить для посадки в наших краях.